Развитие единого детского движения, сферы IT-технологий и организация впервые в Якутии всероссийского студенческого слета. Что еще ждет якутян в предстоящий год молодежи? И развитие каких направлений будет в приоритете? Об этом расскажет Иван Подойницы. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации присудило победу в конкурсе лучших кадровых стратегий и практик деловой игре «Министр». Таков итог восьми лет проведения игр уточняют в Министерстве по делам молодежи Республики. В нашей номинации «Лучшая кадровая практика» были представлены 153 проекта от субъектов и муниципальных образований Российской Федерации. И по итогам отбора из 153 проектов игра министра признана лучшей кадровой практикой в Российской Федерации. Одни из основных направлений наступающего года молодежи, по словам курирующего министерства, это поддержка инициатив социального волонтерства среди молодежных общественных объединений, развитие единого детского движения, а также создание штабов юноармейцев. И если в уходящий год поощрялись инициативы развития кино, то в будущем приоритетной будет сфера IT. В рамках года молодежи предусмотрено несколько мероприятий, направленных на поддержку, популяризацию этого направления. Так, в рамках молодежного форума «Синергия Севера» предусмотрена будет отдельная площадка по IT направлению. Будет проведен второй республиканский молодежный конкурс «Моя профессия IT». Эти два ключевых мероприятия, они выполняют роль основную по популяризации самой профессии IT, то есть профессии программистов, веб-дизайнеров, менеджеров по IT управлению. Также немаловажен наступающий год будет и для студенческого движения, так как впервые в истории постсоветского пространства всероссийский студенческий слет будет проходить в республике Саха. На данном мероприятии соберутся более полутора тысяч лучших студентов со всей России и стран СНГ. Ну и, конечно же, это является самым большим итоговым мероприятием для движения студенческих отрядов России. Конечно, мы ставим перед собой амбициозные задачи, в связи с тем, что год молодежи, надеюсь, все наши инициативы проявят себя полностью. Ну и, конечно, стоит задача об увеличении количества охваченной молодежи в два раза, чем в этом году. На таком знаковом для активных студентов мероприятии, по их словам, можно встретить кого угодно и ветерана БАМа, и Байконура, так как масштаб не только всероссийский, но и всевозрастной. Иван Подойницин, Юрий Филиппов, НВК Саха, Якутск.